Обильный снегопад в городе начался еще минувшей ночью и уже утром на дорогах и тротуарах образовались снежные заносы. В таких ситуациях перед коммунальными службами города ставится первоочередная задача ликвидировать впоследствии снегопада на центральных и внутриквартальных дорогах и очистить подъездные пути к социально важным объектам. Сначала мы очищаем середину города, а потом уходим на окраину города. То есть поселок Шахтерский, поселок Авиатор, также за нами закреплены Алексеевка, Уралка, Маячный. Ни одно сельское поселение мы не останем без внимания, почистим обязательно везде. Основные организации задействованы на уборке снега и это предприятие МУПДОР и транспортные базы. Также в борьбе со снегом задействованы и другие организации. Предприятие нашего города тоже оказывает нам помощь по очистке снега. Это у нас и водоканал, теплосети, транспортник, завод КУМАП тоже большую помощь оказывает. И это еще далеко не полный список, который оказывает нам помощь. При таких погодных условиях дорожная служба работает в усиленном режиме и просит автовладельцев парковать свои машины так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Бороться со снегом планируется и в ночное время. По прогнозам синоптиков, за сутки осадков выпала больше декадной нормы. Но в то же время специалисты отмечают – ничего аномального нет. Погода соответствует календарю. В течение сегодняшнего дня сохранится погода с сильным южным ветром, метелем и снегопадом. На дорогах снежный заноз и снежный накат. Это связано с прохождением активного теплого фронта. 6 февраля ожидаем прекращения осадков. В связи со сложными погодными условиями, отдел ГИБДД призывает водителей не планировать дальние поездки без особой необходимости. По республике ненастная погода сохранится в ближайшие 2-3 дня. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Прищепа, Новости.